Мы вот сейчас заезжаем в Криват, кто находится в нашем городе, где живут цыгане. Почему он так называется, Криват, я не знаю, если по логике идти, я думаю, что это под слово «скрываться», а на самом деле, наверное, нет. Зелёная джамия, да? Как она называется по-русски? Мечей, да. В основном здесь в большом своём проценте живут мусульманские цыгане, но всё равно все они себя называют сербами. Это зелёное здание, это, как она называется по-русски? Мечеть. Да. В этом районе в основном живут мусульманские цыгане. А ещё есть православные цыгане, но православные цыгане, они себя называют сербами. Да, Рова, правильно? Да. Здесь вот мусульманские цыгане, которые в городе, в городе, покупают, арбуют, как он говорит, и покупают. А, получается, хорошие деньги, да? Ну, хорошо, да. Такой, получается, город в городе, по-моему, это город, да? В городе, Криват. Есть хорошие дома, есть золотишки, парамет, красавцы такие. Дома разные, есть картонные, есть кирпичи, разные. Ну, такой вот район. И строится, и очень много, и можно увидеть молодые, да, и тут два-три ребёнка. Два это минимум, наверное, да, вот тут. Вот, по таким вот булочкам с вами едем. И, как правило, многие цыгане, они, у них есть свои цапли, они создают, вот, простоят. И они гуляют, ходят по свадьбам, по, как оно называется, по мероприятиям, поселяют людей. Вот. Многие цыгане, они уезжают семьями в Европу, на Казеланды, просят убежище. И вот так вот семьями они живут год, могут жить, да, год года, получают деньги, потом приезжают. И выстраивают себе дома, покупают мебель, всё, что нужно. Здесь собирают бутылки по городу, ну, какой бизнес у этой, по-моему, в семье. В основном, вот, мусульманские цыгане, одни, если женятся, то женятся только на своих, да, в основном? В основном, да. И свадьбы шикарные, они в таких красивых снарядах. Вот, видите, можно увидеть, как роскошь в этом треваке, так и нищету, можно сказать. Здесь, вот видите, продают, я так поняла. В школу, как правило, они заканчивают один-два класса, как, оба, говорят, научатся считать и подписывать, да? Да. И всё, и прекращается у них, и потом начинается, кто-то попрошайничает, кто-то работает. Вот, много недостроенных, видите, домов. Живут они так же семьями, большими семьями, потом. Чьё-то хозяйство на помойке. И когда они берут к себе жёны, девушку, чем она красивее, тем больше денег, да, платят оба, тем она дороже и стоит. То есть, да. Платят за неё, да. Хорошо быт, культуру цыган в основном снимает сербский режиссёр Эмир Кустурица. Есть у него фильм, очень интересный фильм. Белая кошка, чёрный кот, да? Очень интересно. Посмотрите, этот фильм есть на русском языке. В нашем городе цыгане живут, вот, продажи на рынке, то, что собирают, картон по улицам, бутылки пластичные, что там ещё, стеклые, жестяные бутылки, да? Ну, торгуют редко, потому что сейчас другие условия. Кто-то попрошайничает, ворует, вот так вот и живут. Такой район, здесь у них и магазин, и парикмахерская, и какая-то кафе, в общем, всё унхи. А вот эти цыгане, которые работают за границей, приезжают, ну, они уже приезжают на хороших машинах, да, Боба? Да. Зинамки, деловые уже, вот. И вот в этом районе есть 2-3 сербские силы, да, которые живут, а остальное всё цыгане. Вот.